всем привет с вами мастерская скала мое имя виктор сегодня хотелось бы рассказать об очередном так сказать приборчики об очередной остановочки для литья из воска причем ручного данный прибор в общем-то и придумал не я данный прибор воскоплавильный так называемого придумал мастер из отличной мастерской а римф то есть за идею большое спасибо ему с учем плавится воск в емкости далее он наполняется шприцом и заливается вот такие вот формы то есть данные формы сняты с настоящих ягод с настоящих плодов и так далее так далее так далее то есть принципе все как ювелирном деле но только немножко с гальваническим уклоном то есть данном случае я буду заливать фигурки мужчины и женщины мне они понадобятся для одного проекта вот сейчас ванночка подогреется вот здесь плавится в общем то постепенно особенно когда такие крупные объекты он и не затвердевает то есть ну и не выпаривается потом о системе данное вот воскоплавильный я расскажу подробнее вот имеется вот такой стеклянный шприц это советских времен еще мне достали так сказать по блату медицинский шприц полностью из стекла он не боится нагрева не боится охлаждения вот в него набираем воск как видно это не сразу может удастся особенно после долгого простоя когда этот шприц находился самом воске вы видите обратно давление действует ну и соответственно вот набираем воск и одним точным резким движением заливаем форму когда излишки потекли прекращаем здесь даже немножко перелил ну и ожидаем некоторое время пока восковые формы затвердеют лишние капельки можно в общем то подобрать я за воском никогда не брезгую в этом плане все лишнее и даже повторно формы вот когда покрываются восковые формы металлом этот воск во многих формах выпаривается используется повторно в этом ничего такого нет ну вот пока стынет вот занимаюсь своими делами прошло некоторое время и теперь можно смело снимать форму не доставать то что получилось потихоньку раскрываем форму там она довольно таки сложная получилось потому что модели маленькие ну вот немножко перелил плохо поджал здесь видно излишки воска но это не критично она даже удобнее будет вытягивать обе модели мужчина и женщина одновременно как говорил форма не очень удачная получилось но тем не менее она работает и для цели моей мастерской для работ от моей мастерской этого хватает более чем а переделать всегда можно потому что есть мастер-модель мужчины и женщины значит аккуратненько извлекаем то есть буквально за 35 минут воск полностью схватываются особенно в таких небольших моделях достаем таким образом получилось две восковые модельки но излишки процессе удаляем сначала вручную можно взять маленькие ножницы ножницами убирать дальше уже берутся инструменты для работы с воском повторюсь всю лишку опять же бросаем воскоплавильную ну вот в общем то получились две вот такие формы сейчас еще лишнее скинем сразу то есть вот мужчина и женщина мужчина мне пока не нужен скажем так женщину буду использовать вот для одного проекта далее имеются такие формы ягода малины ягода мега малины скажем так это особый сорт который растет у нас на участке саду вот ее мы пожалуй и зальем сюда уходит очень много воска не всегда получается с одного раза залить приходится переделывать но дело того стоит могу заверить смело точно также закладываем восковую извиняюсь резиновую форму между двумя кругляшами ламината фиксируем струбциной для того чтобы излишки воска не вытекали там где не должны вытекать скажем так потихоньку заполняем шприц воском вообще желательно в этом случае побольше брать вот как видно воска заполняется нужно убрать этот вакуум наполняем форму маловато наверное взял ну да ладно ну здесь надо будет подольше подождать естественно еще есть вот такая вот модель это тоже снято с настоящей ягоды малины это уже обычная маринка поэтому здесь не вижу смысла зажимая струбцинами покажу как она заливается вручную то есть придерживая две половинки пальцами мы заливаем туда воск с запасом естественно как лишнее потекло значит нормально немножко ждем для того чтобы воск схватился можно в принципе так повертеть проверить посмотреть чтобы воск максимально заполнил все стенки резиновой формы и так прошло энное количество минут буквально несколько ну и пробуем разбираем форму с маленькой малинкой ягоды малины посмотрим что же получилось аккуратно разбираем и вот она то есть полная передача текстуры фактуры и так далее как будто вот только сняли ее как говорится с ветви есть небольшие изъянчики ну вот допустим роговица такая получилась но это вообще не проблема особенно в случае с гальванопластикой можно добавить воском чуть-чуть расплавить и заполнить и в любом случае ягода не будет будет извиняюсь немножко формироваться придаваться будет финишная форма будут убираться все вот эти вот назовем их стыки вот значит получилась такая вот ягодка малина из воска форма опять же многоразовая довольно таки качественная резина можно использовать много раз прошло минут 7 наверное достаем нашу мега малину аккуратненько получилось крупная ягода именно вот что характерно именно природе такая растет у меня и то есть вот она во всей своей красе получилось прямо точь-точь настоящая копия для сравнения вот руки классическая малина и вот мега малина как видно разница на лицо то есть можно получать таким образом кулоны уникальные делать какие-то допустим броши серьги да все что угодно вот значится такая красота получается форма тоже многоразовая в это резина мне очень нравится она многоразово много разный перепробовал вот это понравилось больше всего значит что касается данного прибора воскоплавилка немножко расскажу как она была сделана откуда пошло вдохновение за вдохновение следует благодарить мастерскую а римф именно там были так сказать взяты основы для идеи при изготовлении данные воскоплавилки разница лишь в том что там мастер использовал нержавеющие стаканчики нержавеющие так емкости так скажем вот я же пошел другим путем у меня была вот керамическая чаша в ней разводил когда-то потины и благо есть возможность я ее с наружной стороны покрыл гальванической медью приличным таким слоем и чаша стала металлокерамическая скажем так соответственно также под днищем этой омедненной чаши было также покрыто медью гальванической если память не изменяет два керамических кондексатора которые нагреваются при подаче на них напряжение к ним же туда была встроена и опять же примеднена назовем ее так гальванические термостат на 123 градуса то есть смысл в чем питание от блока ноутбука 19 вольт подается на корпус этой чаши через термо стат и соответственно вот эти вот керамические кондексаторы происходит нагрев как только нагрев чаши доходит до 123 градусов при этом уже ясно дело воск плавится это минут среднем 7 10 вот так вот термостат срабатывает и разъединяет цепь после остывания на несколько градусов он опять запускается вот как видно блок он на 19 вольт какого-то там старого ноутбука не помню давно у меня лежит вот через него идет все питание за счет этого не нужно никаких регуляторов ничего в общем все просто качественно и надежно корпусом был сделан из емкости металлической она и под какой-то водки не помню уже точно вот сам корпус был вырезан и в него установлена вот эта обедненная керамическая чаша шприц стеклянный советских времен по блату так сказать достался он термостойкий довольно-таки толстого стекла в нем также воск можно нагревать случае чего но тем не менее вот данная чаша учитывая то сколько там плавится воска это где-то грамм 80 не меньше вполне устраивает вполне справляется своими задачами то есть наполняется расплавленный вот шприц и так сказать под давлением при резком нажатии вот туда в форму заливается то есть он всегда будет находиться вот таком состоянии состояние густой сметаны этого более чем достаточно таким образом можно получить любые формы которые вы сняли хоть природные элементы хоть какие-то литые элементы без разницы вот натуральная малинка мега малина то есть довольно таки крупных размеров тоже заливается или вот например люди так сказать женщина-мужчина простая малинка все это можно получить благодаря такому способу компактно простенько дешево и надежно то есть ничего лишнего здесь нет это самое главное пара слов а по поводу основы про которую я уже рассказывал это сделано так сказать третья рука держатель из старой струбцины вот эти вот кругляши вырезаны из ламината для того чтобы между ними зажимать резиновую форму и далее фиксировать ее в струбцине то есть по сути как третья рука действует не нужно постоянно форму держать и так далее очень удобно ну кто ювелиры работали меня поймут о чем я говорю то есть зажимается вот объект форма между двумя ламинатинами и туда заливается шприц ну вот в общем то и все что хотелось сказать поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте лайки я думаю многим будет полезно ссылку на мастерскую а римфиадам прямо с этим роликом который меня вдохновил вот и соответственно подписывайтесь ставьте лайки скажем так а 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